Всем привет! Рубрика прямой эфир, очень быстро. Не буду сегодня совсем говорить о грамматике, если вы смотрите этот прямой эфир, то, скорее всего, вы смотрите его на странице фейсбука или группе initaliana.ru. В любом случае в группе я быстрее всего отвечаю на комментарии, но вы можете смотреть его еще на ютюбе или на моем сайте initaliana.ru. И сегодня в честь вечера среды мы не будем делать ничего страшно умного и ничего страшно сложного, потому что в одном из комментариев мне написали, Юля, а вот раньше вы рассказывали стихи и считалки, это было так здорово, почему сейчас вы ничего не рассказываете. И вот я решила, что на самом деле среда это маленькая пятница и отличное время, чтобы поговорить о считалках. И сейчас я вам расскажу одну считалку на итальянском языке, а потом мы с вами ее разберем. Вот такая у нас сегодня программа, минут на шесть примерно. Итак, вначале считалка. Считалка про мишку, маленького мишку, поэтому он называется orsetto. В итальянском языке есть целый ряд уменьшительных суффиксов, а суффикс это один из них. У нас есть borcetta, у нас есть casetta и у нас есть orsetto, мишка. И сначала я вам расскажу эту считалку, а потом мы с вами ее разберем. Итак, сама считалка. Orsetto, orsetto, tocca il mondo. Orsetto, orsetto, gira in tondo. Orsetto, orsetto, sali le scale. Orsetto, orsetto, devi pregare. Orsetto, orsetto, spegni le candele. Orsetto, orsetto, di buonasera. Вот такая считалка. Текст я ее напишу. И сейчас давайте ее разбирать. Во-первых, orsetto, orsetto, tocca il mondo. Считалка на повелительное наклонение. Tocca это потрогай от глагола tocare. Я вам очень советую не лениться, а встать из-за компьютера или из-за телефона и просто проделать все движения, потому что у языка есть телесная память, и она очень классная, она очень сильная. Поэтому, если вы будете учить эту считалку с действиями, она запомнится гораздо быстрее. При слове tocca il mondo вам нужно наклониться и потрогать мир. Да, il mondo это мир, потрогать мир под вами. Ну, пол хотя бы, да? Итак, orsetto, orsetto, tocca il mondo. Второе действие. Orsetto, orsetto, gira in tondo. Girare, girare, крутиться. Gira in tondo, обернись вокруг. Вам нужно обернуться на этих словах по своей оси. Gira in tondo. Orsetto, orsetto, sali le scale. Поднимись по лестнице. Глагол salire, salire le scale без всякого предлога. Отлично запомнить будет. И при этом вы должны как будто подниматься по лестнице. Sali le scale. Orsetto, orsetto devi pregare. Pregare. Pregare это вот это вот действие. Pregare это, во-первых, молиться. Pregare это молитва. Pregare. Во-вторых, это очень сильно просить о чём-то, да? Вот это вот, когда мы делаем вот так, это pregare. Поэтому orsetto, orsetto devi pregare. Здесь у нас нет повелительного наклонения, его роль берёт на себя глагол dovere. Ты должен молиться. Devi pregare. Orsetto, orsetto, spenji le candeli. Spenner le candeli это задувать свечки, которые на торте, да? Когда у тебя день рождения. Когда мы говорим spenji le candeli, это задуй свечки. Это отличный способ запомнить глагол spenneri, который очень многие путают со spenneri, например, да? Spenneri soldi, тратить деньги, а вот spenneri le candeli. Поэтому orsetto, orsetto, spenji le candeli. И в конце последнее. Orsetto, orsetto di buona sera. Di это скажи. Это повелительное наклонение на форму ты глагола dire. Кратенькое. Оно будет писаться di и апостров. Di buona sera. Скажи добрый вечер. И в этой замечательной считалке, во-первых, вы делаете разминку, хоть какую-то, да? Это телесная память. Во-вторых, мы с вами вспоминаем, что toka e jira это глаголы первого спряжения. Tokare e jirare. И в форме ты, а в повелительном наклонении они будут заканчиваться на а. Это убережет вас от многих ошибок, да? Это manja, lavora, ascolta и так далее. Чтобы это запомнить, вам поможет считалка. На toka, il toka el mondo e jira in tondo. Два глагола sali, salire и spenere, spenere это глагол второго спряжения, а salire это глагол третьего спряжения. И как мы видим, в повелительном наклонении они не будут меняться, они совпадают с формой presente. Эта считалка поможет вам это запомнить. Поэтому sali и spenere. Devi pregare это тот случай, когда вместо повелительного наклонения мы можем всегда использовать глагол довere, если мы говорим с кем-то, с кем находимся в доверительных отношениях. Да, вот это devi pregare. И в конце концов, di buona sera это коротенькая форма глагола dir в повелительном наклонении. Именно из нее вырастают такие слова, как dimmi, да, скажи мне. Вот это di buona sera, скажи добрый вечер. Поэтому я знаю, что сейчас нет текста. Текст я обязательно напишу, честное слово, в комментариях. Давайте я вам расскажу еще раз все с самого начала, а вы попробуйте это повторять, ну или потом, когда вы будете смотреть это в записи. Итак, проехали. Стих про Мишку. Мишка у нас Орсетто. Орсетто, Орсетто, toca il mondo. Орсетто, Орсетто, gira in tondo. Орсетто, Орсетто, sali le scale. Орсетто, Орсетто, devi pregare. Орсетто, Орсетто, speñi le candele. Орсетто, Орсетто di buona sera. Ну а мне остается только пожелать вам buona serata, выучить считалку про Мишку, я что-нибудь придумаю еще. И ci vediamo. Grazie e alla prossima. Buona serata. Ciao, ciao. Ciao. Продолжение следует...